Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий Кухтенков. И сегодня записываю видео, как пользоваться очень классной такой программой FastStone Capture. Это программа для того, чтобы записывать видео-подкасты, видео-интервью, свой собственный экран компьютера. Почему это важно? Можно делать даже такие подкасты, как я делаю, и еще делать скриншоты. Почему важно записывать именно такое видео, когда вы показываете свои доходы, свой личный кабинет и так далее. То есть возможности у программ очень большие, широкие. Потому что в наше время уже никто не верит словам, все верят только своему зрению, так скажем. Поэтому очень важно записать свой личный кабинет, сколько вы денег заработали, сколько вы в проекте, ну и так далее, тому подобное. Так, значит не будем затягивать. Что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы скачать эту программу? Нужно зайти на мой блог, именно вот по этой ссылочке kuhtenkov.com Ну здесь в общем видно, поймете, ничего страшного. Вот, здесь будет видеоинструкция, как пользоваться программой. Вот, и здесь соответственно можно скачать саму программу. Что мы сейчас и сделаем. То есть мы нажимаем вот эту ссылочку. В левом верхнем углу, в левом нижнем углу пошла закачка. Вот, открывается такое окно. То есть это разархивированный, то есть наоборот архивированный, архивированный файл. Вот, здесь мы должны найти fs.capture.exe вот такой файлик. Два раза кликаем, но я сейчас не буду это делать, потому что у меня программа уже, это установлено. Вот, когда программа установилась, она запустится автоматически. Или автоматически, или нужно будет ее найти в папке. У меня она, ну, уже как бы она подготовлена в программах. Да, вот она по идее вот в такой папочке должна быть у вас. Вот, нажимаем. И вот, и здесь запускаем вот этот вот файл. fs.capture. Тоже два раза на него кликаем, кликаем, появляется вот такое окошечко, окошечко. Вот, для того, чтобы делать, сразу покажу, да, скриншот. То есть фотографию своего, как бы, компьютера, да, любой области. Вот, нажимаем вот эту кнопочку захват прямоугольной области, видите, да, здесь есть подсказочки. Вот, у вас появляется вот такая вот штука. Вот, вы можете, ну, в любую, как бы, точку там поставить. Например, если вы хотите весь экран, да, то, соответственно, вот вам нужно поставить в правый нижний угол, или там, в правый верхний угол поставить вот этот крестик. Вот, нажать один раз левую кнопку мыши, и потом повести, как бы, обратно, да, по диагонали. Вот, и опять же, вот, в правый угол мы ставим этот крестик, опять нажимаем левую кнопку мыши, и вот у нас появляется такая фотография, как бы, скриншот. Соответственно, чтобы нам это все дело сохранить, нажимаем кнопочку сохранить. Можете придумать название, можете оставить вот этот номер. Вот, ну, соответственно, сохраняем. Вот, выбираем здесь папку, куда сохранить. Ну, я обычно рабочий стол сохраняю, чтобы долго не искать. Вот, это мы сделали скриншот, да, фотографии экрана. Дальше, какие еще возможности у этой программы. Для того, чтобы нам записывать видео подкасты, мы должны нажать вот эту кнопочку, да, как бы, такая пленочка, пленочка нарисована, видеозапись. Нажимаем ее, появляется такое в правом углу окошечко. Нажимаем кнопочку запись. Вот, опять же, да, вот у нас вот такая вот штука появляется, крестик. Вот, мы его в правый нижний угол и в правый верхний угол. Подготовка записи. Все, то есть, все интуитивно, все понятно. Нажимаем запуск. Все, и запись пошла. Вот, то есть, у вас внизу будет такая желтенькая полоска, и будет там написано время, и как остановить запись. Так, ну, все, то есть, запись пошла. Вы можете что-то рассказывать, интервью записывать, да, или, я не знаю, там, ну, все, что угодно, да. Слайд-шоу можете сделать, там, из фотографий, вот, допустим. Фотографии какие-то взять, или ту же самую презентацию, да, взять слайды презентационные. Вот, самому их, как бы, перещелкивать, и, соответственно, будет идти запись экрана и запись вашего голоса. Вот, после того, как мы сделали запись, нажимаем кнопочку F11, или, вот, сейчас его просто не видно, в самом низу будет желтая такая табличка, маленькая. Вот, нажимаем, в общем, F11 или стоп. Вот, опять же, да, все интуитивно, все просто. Вот, допустим, название, да, подкаст, пробный. Вот, выбираем папку, куда сохранять, у меня по умолчанию рабочий стол, и сохранить. Вот у вас это видео сразу будет проигрываться. Запись пошла. Да, уже видео проигрывается. Вот, посмотрели, все, оценили, все нормально, закрываем, все, у вас эта запись уже сохранена. Ну, пожалуй, и все на этом. Пишите свои предложения, рекомендации, какие еще нужно видеоинструкции записать. Всем удачи, всем пока-пока.